У нас сегодня на связи, прямо из Москвы, диджей Филатов. Дима, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, привет. Доброе утро. Ну, как это традиционный вопрос, йо, диджей, поставь мой компакт-диск, насколько он актуален? Или все-таки нынче приносят айфоны для того, чтобы подключил к пульту, чтобы песню прокрутить? Нет, сразу из мозга прямо запускают. Из мозга, да? Ну, какого вы? Дмитрий, расскажите нам о себе. Да, с чего началось-то ваше все пультирование? Да, пультирование-то... Я себя, честно говоря, не считаю диджеем. Это такое побочное увлечение просто для того, чтобы как-то монетизировать увлечение музыкой. А так вы зубной врач. Так я, да, так я зубной врач, так я занимаюсь производством музыки. То есть вы ремиксер или композитор, или... Создатель. Создатель. Или как? Как все-таки по себе? А все вместе. А все вместе. То есть вы музыку сами и сочиняете? Конечно. А вот тогда скажите мне, что вас вдохновляет на сочинение музыки? Идете вы по улице, машина проехала, используя этот звук. Нет, в основном на сочинение музыки вдохновляет другая какая-то музыка. То есть ты слышишь что-то крутое, думаешь, блин, а почему не я это сделал? Поздно. Нет, а потом начинаешь думать, вот тот, который сделал вот эту крутую песню, вот тут не докрутил, там не добавил. А я вот фишки добавлю, и теперь вот она будет просто закончена. Нет, ну это паразитирование на чужом материале. Это неправильно. Лучше сделать что-то снова и сделать по-другому. Ну вот, судя по той информации, которую мы рассмотрели на вашей странице ВКонтакте, у вас большой турне было, я так понимаю, по Польше, да, прошло в феврале месяце? Оно еще, вот оно заканчивается вот завтра, буквально. Как вам вообще вот гастролировать по Польше, скажите? Да, и какие они, польские клубы? Ой, да прекрасно, слушайте, очень хороший, открытый народ, его много везде, все любят тусоваться, все любят хорошую музыку, все любят отпускать. Все хорошо, музыка объединяет. Вы похвастались, что вот один из ваших сетов на 90% из российской музыкальной продукции состоял. И здесь я вижу очень много имен, которые нам знакомы. Это и Кэрос, с которым мы уже, кстати, пообщались. Это и Эмерсон, который не так давно у нас появился тоже со своим треком. Тоже было, кстати, очень интересно с ним пообщаться. Это Спелл, Кейтон и Шутин, Экс. Это люди, которых я, например, кручу в своей программе на Sky Radio, которая называется Dolce Vita Beat, посвященной вот именно такой вот диповой музыке. Да, 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 потому что у нас очень хорошо идет в России формирование вот этого дипсцены. И я считаю, что вот эти имена, которые вы назвали, они, в принципе, сейчас можно только из них с этой составлять. И дипсцены рады. Ну да, у них, кстати, очень много выходит. Я хочу сказать, что очень плодовитый автор это. Ремиксы-то выходят по десятку, наверное, каждый месяц. Да, и теперь следующий этап. Надо, чтобы выходили не только ремиксы, но и какие-то оригинальные треки, авторские. А вот тут уже проблема, да? А вот хочется про... Нет, это если не проблема, просто вы же прекрасно понимаете, что слушатели даже вашего радио, и любого радио, и не только радио, но и клубов, они хотят слышать какие-то узнаваемые мелодии, узнаваемые вещи. А чтобы оригинальный трек стал узнаваемым, надо из него сделать хит. Тут уже одним из своими талантами не ограничиться. Надо подключать мощности компании и так далее. Из последних треков, которым вы приложили руку, это Филатов Кэрэс «Don't be so shy». Она появилась у нас на Sky Radio «Через шокер». Это слушательское голосование. Стало одной из любимых песен для многих. Вот о ней хотелось бы тоже узнать. Как вы над ней работали? Как вообще этот материал к вам в руки попал? Слушайте, абсолютно случайно. Точно так же, как и над остальным мы работаем. Но так получилось, что выстрелила эта композиция. Может быть, из-за гитарного рифа. Может быть, из-за голоса Ямани. Может быть, из-за чего-то еще. Это мистика. То есть, ты никогда не угадаешь. Попала она к нам очень просто. Нам заказала сделать эту работу компания Warner Music. Потому что у нас был до этого успешный ремикс на Ямани, который тоже стал платиновым в России. И, естественно, как такой фоллоуап произошла вот эта вот работа следующая. И она стала еще более успешной. Но можно надеяться, что она не будет последней с Ямани? Ну, конечно, нет. Я раз уж такая успешная это была, Дима. Не знаю. Там сложные люди занимаются исполнительницей. Поэтому ничего гарантировать вообще не могу. А, то есть, все-таки это было сложно, да? А вот продолжение вопроса. Вот насколько легко получить доступ к телу, что называется, того или иного исполнителя, чтобы сделать ремикс на его творчество? Чтобы договориться обо всем. Пройти вот эти же авторские права, они, по-моему, больше проблем приносят, чем помогают артистам. Да нет, артистам-то самим вот тем, они приносят как раз только бонусы. Но нам, как людям, которые доделывают, переделывают, ремиксуют и что-то там привносят, да? А, как правило, ремикс сейчас может явиться гораздо большим толчком, чем какая-то оригинальная композиция. С нашей стороны, это, конечно, выглядит так, очень посредственно. В общем, берут от нас все таланты и на них пытаются заработать. Все, кому не лень. Оригинальный исполнитель, рекорд-компания и так далее. В общем, куча посредников. Но вы же все-таки, наверное, тоже что-то зарабатываете, правильно? Не, ну, естественно, мы пытаемся извлечь из этого свою выгоду какую-то. И основная выгода у нас в том, что появляется куча всяких контактов, куча интересных людей, куча радиостанций, таких как ваша, например, начинает интересоваться нашей музыкой и так далее, и так далее, и так далее. Это все не пропадает куда-то в безвестность. И, в конце концов, я думаю, что мы вырулим на какие-то свои такие рельсы и уже правила будет диктовать сами. Дмитрий, скажите, а сейчас работаете вы с какой-то звездой к телу, какой-то доступ есть у вас? Мы сейчас перешли на немножко такую вторую ступеньку, и нам заказывают уже работы. То есть они сами приходят и говорят... Все уже, да. Приходит такой, да, чувак с чемоданчиком пристегнутым к руке такой открывать. Ну что, нормально для ремикса? Так, посмотрел. Настоящее. Все хорошо, давайте работать. Вы удивитесь, но в основном все эти люди, я их никогда не вижу. То есть у нас интернет распространился настолько, что можно там работать с исполнителем из... Отдаленно. ...в Южной Америке или еще откуда-то, и никогда его не видеть даже. А вы нам не откройте секрет, с кем вы будете делать ремикс будущего? Мы никому не скажем. Только Эстония услышат. Давайте не будем забегать впереди паровоза, но вот вроде как сейчас у нас... Вчера подтверждается ремикс на Джеймса Ньюмана. Это британский исполнитель. Да, мы его крутим очень активно. Да, классно, да. Вы можете крутить Джона Ньюмана, наверное. А, вот теперь мы поняли, мы крутим Джона Ньюмана. И Джона тоже крутим. Теперь мы узнаем еще одному. На Джона Ньюмана мы, кстати, тоже ремикс сделали в декабре. Вроде как его одобрили. Потом поняли, что ошиблись с исполнителем. Красава его, это не тот Ньюман, нам другое нужно было. Я очень тоже смеялся, когда буквально через два месяца после ремиксов на Джона Ньюмана нам прислали Джеймса Ньюмана. И примерно в той же самой стилистике. Ну, то есть вы понимаете, что это как у нас там 10 доставов ласкового мая по стране ездило. Так вот у них сейчас примерно, по-моему, та же самая ерунда происходит. У меня вопрос, кстати, по поводу ремиксов. А почему не очень много вот такого классного, лайтового такого вот звучания в ремиксах не выходит от российских исполнителей? Потому что, ну, западных, да, научились, все классно, круто, замечательно. А вот с русской музыкой в подобном звучании, ну, скажем, не так часто встречается. Или просто до нас не доходит это? Нет, вроде следеешь, но так много нету такого. Тут есть два момента. У нас есть такая определенная русская специфика, и все русские исполнители, они ориентируются, как правило, на русскоязычные радиостанции. А русскоязычные радиостанции застряли где-то на 20 лет назад. Вот в таком звучании, и там до сих пор шансоны. Вы не первый, кто говорит это, да. Вот мы тоже с этим, с репертуаром проблемы-то испытываем. Ну да, я не представляю себе шансон в диповом звучании. Да, ужас и кошмар. Нет, а второй момент есть, то, что все-таки некоторые, ну, ребята стараются все это делать, и действительно, и там у нас в ремиксах заказывают еще что-то. Но есть небольшой такой момент, что с русским языком, даже отличная супераранжировка, в русском языке очень сложно подобрать слова таким образом, чтобы это звучало не заезженно, не пошло, а как-то очень вкусно. На лабутенах. Да, вот представляете, на лабутенах сделать... А так сделали же. На лабу-лабу, на лабу-лабу. У нас ремикс тоже играет, да. Да, вот 300 тысяч. Ну да, да, да. Но это все равно, вы понимаете, что это скорее кич, чем какая-то такая позиция, под которую можно было посидеть, подумать или там что-то такое. Ну это да. А под вашу музыку можно думать? Можно думать, можно двигаться? Да, под нее можно делать все. Вот мы стараемся делать ее универсальной, так, чтобы и потанцевать можно было, и просто в машине послушать, и на все аудитории сразу. Дим, скажите, вот я общалась со своей подругой как-то давно, и говорили мы про какого-то диджея. Она говорит, я понимаю диджея, а образование у него есть? Есть. Подставляете? Я смотрю, что у Дима тут МГИМО указывает. Да, 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 Дим, вот вы ваше образование как-то используете? Вы знаете, я после института, я закончил международный сурналистический факультет, пошел работать на известный российский федеральный телеканал НТВ, вот, и проработал там 4 года редактором новостей. И параллельно развивал всю эту историю музыкальную, и в конце концов понял, что это не то, чем я хочу заниматься, а я хочу заниматься музыкой. Ушел оттуда, и, собственно, до сих пор музыка меня кормит. А родители что говорят вам? Слушайте, родители, конечно, были, у меня мама такая очень специфическая достаточно, мне кажется, что она должна быть не медиком, а кем она является, а где-то в армии служить. То есть она вас строила, да? Она меня постоянно пыталась, да, направлять на путь истинный любыми доступными ей боевыми средствами, но я человек упрямый достаточно, вот, и выбрал свой путь. И в конце концов, я думаю, что она уже с этим смирилась, и сейчас уже видит, что это приносит какие-то результаты, какую-то пользу, и, в общем, что я счастлив абсолютно в том, чем я занимаюсь. Дмитрий, пребывайте в этом состоянии и дальше. Потому что вы талант, Дмитрий. Мы будем ждать интересных развитий и событий в творческом плане, вот. От себя замечу, что программа Dolce Vita Beat, посвященная New Disco, Soulful и... Хаус. Хаусу, да, вот это с радостью ждет новые треки от Филатова, от Кэреса, от упомянутых Астеро, от упомянутого Ишутина, который сейчас звучит от Эмерсона. То есть, в общем, все это у нас присутствует. Мы вам желаем большой любви в преддверии Дня Святого Валентина. Маме привет, она может вами гордиться. Да, вам, ребят, спасибо большое за поддержку, потому что, если у вас крутится вся эта музыка действительно, то вы впереди планеты всей. В шоу запускай был диджей Филатов, прямо из Москвы, Дим, спасибо вам большое, всего вам хорошего. Да, ну а мы послушаем Имани и Don't Be So Shine, буквально через минуту, версия Филатов Кэрес.